Подходит к завершению приемной кампании вузов, с каждым годом к студентам предъявляют все больше требований, проходной балл растет, но это значит, что выпускать будут более квалифицированных специалистов. Самый высокий проходной балл был традиционно на международных отношениях, соответственно, там у нас проходной балл в этом году 266. За ними следует респруденция, и что очень радует, такие направления, которые связаны с информационными технологиями в Институте информационных технологий, там проходной балл, не средний, а проходной балл порядка 230-240 баллов. А вот в медицинской академии ситуация обстоит несколько иначе. 5000 заявлений подали абитуриенты, самыми популярными направлениями традиционно стали лечь фак и стоматология. Но при этом попасть на эти факультеты по общему приему было практически нереально. В этом году целевой прием у нас достиг 70%. Это, наверное, самый высокий процент, самая высокая цифра за все последние годы. Этому вниманию уделяет, этому вот моменту очень большое внимание уделяет Министерство здравоохранения Российской Федерации. Сейчас считается, что мы должны готовить специалистов конкретно для области, конкретно для того или иного учреждения. Нижегородский технический университет похвастался возросшим проходным баллом. 200 баллов за три экзамена. В последние годы средний результат всегда был значительно ниже. Конкурс оставил полтора человека на место, а количество мест возросло даже в магистратуре. У нас возрос приема, увеличены контрольные цифры приема по магистратуре. Значит, фактически, если взять время, например, два года назад, то практически в два раза. У нас в прошлом году было 550 тоже увеличено, и в этом году 600 бюджетных мест в магистратуру. Это достаточно хорошо, и ребята, которые заканчивают бакалавриат, они имеют возможность продолжить обучение в магистратуре. На сегодняшний день полностью закрыт прием в бакалавриат и специалитет на бюджет очного отделения. Текущая приемная кампания в ВУЗах проходила достаточно спокойно. И родители, и абитуриенты были в достаточной степени подробности ознакомлены со всеми правилами приема. Возможность ознакомиться с ними заранее в каждом конкретном ВУЗе сейчас есть. ВУЗы обязаны на своих информационных стендах и в сети интернет вывешивать заранее правила приема. А вот прием на платное отделение еще будет продолжаться. Поэтому у тех, кому не хватило баллов на бюджет, еще есть шанс попасть на специальность своей мечты.